22 июня 1941 года. Эту трагическую дату знает каждый. Начало кровопролитной и беспощадной войны. В Люберцах на протяжении всего дня проходили памятные мероприятия. Среди них митинг у часовни всех святых, а также возложение цветов воину-освободителю. На фронтах Великой Отечественной воевали более 50 тысяч люберчан. Почти 18 тысяч не вернулись с полей сражений. В память о героях, отдавших жизнь во имя отчизны, в центре города установлена часовня всех святых. Каждый год 22 июня здесь проходит митинг. И этот год, несмотря на пандемию, не стал исключением. Единственное, что поменялось – количество участников митинга. Почтить память жертв войны пришли юно-армейцы, представители Совета ветеранов, депутатского корпуса, а также глава округа Владимир Ужицкий и депутат Московской областной думы Игорь Каханной. После минуты молчания они возложили цветы к алтарю часовни. 22 июня 1941 года мне было 2,5 года. Эта дата, особенно в детском возрасте, очень запоминается на всю жизнь. И сейчас вспоминаешь и просто не веришься, что в таких условиях можно было выжить. Дань памяти павшим героям отдали Людичу. Детство прошло под звуки сирены бомбежек. Представители общественной организации «Дети войны память» собрались у Вечного огня. Совместно с депутатом Московской областной думы Дмитрием Дениско они возложили цветы к подножию памятника воину-освободителю. Память о них живет в наших сердцах, в наших умах. Я надеюсь, что она будет жить в сердцах, в умах наших потомок. 1418 дней длилась Великая Отечественная война. Ее победоносное завершение в мае 45-го досталось слишком дорогой ценой – жизнью 27 миллионов человек.